Евангелие от Матфея, 16 глава, 19 стиха Христианина, который не слышал бы эти слова И все понятно И нету ни одного слова, которое бы не нарушалось В первую очередь написано исследуйте Писание Начнем мы следовать с моли Мой-то для чего-то дана Да ведь боролись мы с ней, ловили Наполинили И смотришь, почикало, валенки продырявило Шерстяное, меховое, поезд И тогда было это Болезни, это слуги Божии И когда читаем мы о наказаниях, которые Господь давал израильскому народу То пророки говорят так, что я пошлю на вас саранчу, червей И что червей не доедят, жуки доедят И молят, а тоже посланница, палач Которая приходит на нас И забирается в каждую комнату И ничего не могут сделать Век химии Люди отравляются, а она живет Да ведь никак нельзя победить ее И при том она бьет необходимое На первом месте самое необходимое это питание Второе одежда, третье жилье А все остальное как-нибудь Так вот она бьет по второму Но сегодня, правда, люди сами себя ободрали так, что без моли голая ходит Человек вбирает в себя все, что вокруг есть Хищность зверя И хитность, ядовитость Какой бы змей не был ядовитый, человек более ядовитый Какая бы ни была вредная моль, но человек еще более вредный Больше себя снимет Это не означает, что только моль Это означает и колорадский жук Все, что относится к насекомым Все, что истребляет на земле Это и мыши, и грузуны Это все под словом моль И человек сам подобен моли Он тоже истребляет И моль каждый раз напоминает Да, ненадежная, хорошая И даже синтетику и ту каким-то образом съедает Находят сейчас бактерии, которые живут только в холодильнике И при том смертельно опасные Никуда от них нельзя спрятаться До самого последнего микробы это все в моль входит И все это напоминает о скоротечности Нелоговечности и о небе Собирайтесь сокровища туда Что бы ни купил и сказал Да, это не на небо, а я на себя Ржа Ну все знаем, что такое ржа А в двух ржа какая-то на картофель, на помидорах Ржалеет, оказывается, не только металл Не только коррозия Хорошая новая машина Виноваты, соль насыпали на улицу, ржавшина Смотришь, опять надо менять И каждый раз ты думал Да, а если бы на небо эти деньги-то отправил Не пропало бы Ржавшины там нет Сравнение дается Итак, собирайте сокровища Почему? А где сердце ваше? Вы знаете, как люди привязаны к своему одеянию Перед смертью даже просят показать Какое у него дорогое одеяние Как о жене Рокфеллера говорят Перед самой смертью попросила Самое драгоценное платье показать И как рукой взяла И руки закостенели И не могли вытащить Так обрезали Это все, что с собой взяла Этот кусок Итак, не моли надо беречься А того, что мы не расслышали Голос моли, который стрижет нашу одежду Она стрижет и говорит Все временно ищите вечного Все временно ищите небесного Я вам подсказываю Где должно быть ваше сердце Каждая маленькая моль Жук на огороде Это все наши проповедники Для нас Бог их насылает Бороться надо Но главное это Что Господь говорит через них Чтобы мы заботились Где моли нет Туда сердце направляли А хорошо бы ржавчины не было Будет Ржавчина это означает и гниль И все, что плесень Все, что губит неодушевленное В это же входит Но можно избавиться Пока не удавалось никому И не только на море А даже дома Смотришь Уже какие-то пятна появляются Даже фарфоровая тарелка Смотришь Какие-то Ржавчина И третье Вор И при том Хитрые воры Ждут Когда хозяев дома нет Узнают Подкапывают Железные двери Не держат Автоматика разная Нанимают стража Разных серверов И это не помогает И воруют все подряд Воруют хатеры Через электронную почту Взламывают Банки То есть Только совершенствуются Научились бороться С какими-то Какими-то Химикатами Говорят А они теперь Невосприимчивые Жуки эти То есть Они адаптировались И прямо живут В этой отраве А человек Помирает И так Оказывается Проповедников Вокруг нас Не два Не три А ежедневные И зимой Тоже так же Воры ходят Если зимой Моль только в доме А не на улице То воры Непрерывно Вот сидим здесь И не знаем Придешь домой Целая квартира Или не целая Обкрадывает все Изобретение Ворует Друг у друга А это все Напоминание Что временно Временно И временно Ищите небесного А не просто небесного А где сердце ваше Все упирается В сердце Где сердце ваше И кто там В этом сердце Евангелие от Луки 12-2 стих Богачу было сказано Безумны В эту ночь Душу твою Возьмут у тебя Так бывает с тем Кто собирает Сокровища для себя А не в Бога Богателет Вот в конце Если бы показал Кто-нибудь нам Вот это вполне Мог отправить на небо Ах потратил на себя Уметь надо жить Экономно Даже в бедности И помалу Отделять И при том Отделять Каждую неделю Надо Первому дню Воскресному В 1 Коринфянском 16 глав 1 стих Получил получку Что-то заработал И все это Откладывает Всего Амоз 3 глав 10 стих Они не умеют Поступать Справедливо Говорит Господь Насилием И грабежом Собирают Сокровища В чертогах Своих Вот этот лозунг Грабь награблено Он сегодня и есть Обворовывают Бедных Не много что Обворуешь А у богатых то Уносят Одни часы унесли Пишут у артистов Ведь у нас Потеряки Столько богатства Нет С бриллиантами По 100 тысяч Евро Часики на руках И воры Какие-то Находятся И воруют Везде Нация Воров Воруют Официально Неофициально Залазят Подделывают Документы Переводят До рубеж Отмывают Под разными Видами Но все это Вор И все это Проповедники Ну скажем Антипроповедники Потому что Самый главный Проповедник Это смерть Самый древний Он непрерывно Стучит Готовься Придется уходить Первая тема Певе 6.19 Ибо собирая Себе сокровища Доброе Основание Для будущего Века Чтобы достичь Вечной жизни Трудно это А вот подсказывать Друг другу Можно Что бы ни было А нужно ли это брать Да знаете Мне дали деньги Поэтому я поеду К родственникам Любят куда-то ездить Зачем ехать Ну мне же деньги дали Я не на свои еду На полном серьезе Это говорят Ну не на свои деньги Они уже не твои Отдай их мне Я тебе помогу Их отправить на небо Ты на ту сумму Возьми книг Да пойди раздай Раздай Пошли кому-то Сколько будет радости По водам Пускать хлебы надо У нас в буквальном смысле Это можем сделать Все нас к этому побуждает Экхисиаса 11 16 говорит Ибо умирая человек Возьмет Не возьмет С собой Ничего Не унесет Сирахов 15 Я пищу ложу Все деньги вкладываю Чтобы людям дать И они потом На суде говорят А мы Вкладывали Вот в это деньги Думаю Отнялся от себя Награду Никогда не жалейте Мы прошлые годы Собирали десятину Прошлое Мы всю ее Собирая вместе Отдавали Баптистам Через их пресвитеров На книгопечатание Евангелия И может и наши деньги Были те Евангелия изданные Которые сегодня К нам возвращаются Вот как Господь делает Мы узнали точно Что у них Подпольное Издают Евангелие И мы поняли Лучший капитал С большим прибытком Никуда не вложить Только в это Нужно вложить Вы если имеете Знакомых Богатых Я вам уже подсказываю Даю материалы Идите Выпрашивайте Говорите И говорите о небе Это вы все По прошествии Многих дней найдете Притом чтобы они Заверим это делали А чтобы заверим делали Мы должны показать Что мы живем Скромности На себя нигде не потратим Многие сегодня Собирают деньги Дают Жертвуют И не знают Куда эти миллиарды уходят По сегодняшний день Не знают Куда эти миллиарды Ушли А у нас Чтобы каждая копейка Она На виду была Прозрачна была Мы отправляем Все в другую сторону Как написано В житии Варлама и Асаха Вообразите Говорят Вот государство И там избирают Человека на год Царем ставят Притом избирают Неожиданно Не голосуют Еще берут И сразу царем И человек быстро С этим и свыкает Уже через неделю Он начинает Жить По полной программе Проходит год А ему не говорят Когда кончится Просто царем избрали А через год Его Стаскивают с престола Дают ему Хороших колотушек И до границы Гонят И толкают Спины И за границу Выталкивают Вот теперь Он больше всего Жалеет О том Почему я не отправил В то государство Все Что мне было То дано Если бы я туда отправил На одного на такого Натолкнулись Поставили Я не хочу быть Тебя никто не спрашивает Поставили А он стал расспрашивать А до меня были Здесь были А где они Да нам не велено говорить Он стал их задаблять И узнал С чем кончается Это царство Он на следующий месяц Уже стал переводы Делать в другую страну Куда его выгонят И он обеспечил себя И всех Это конечно притча Это для нас Мы знаем Что впереди Царство небесное Скорее надо отправлять Смерть колотушками Нас будет бить Она уже нас по ногам бьет То болезнями То ворами То молью Готовься Совсем скоро Мы пойдем туда Придешь А ничего нет Как было показано Одному умершему Богатому Небо И показано Великий дворец Он говорит А это чей дворец Помещица такая Верующая В храм ходила Она говорит Она думала Что ей нет Это говорит Твоему сторожу А за что ему За то что Он все сюда отправляет И показали Маленькое Низненькое Как холубка А это что Это для тебя А почему же Я столько жертвую Нет Бог смотрит на то Что не что дает А что остается После того что даешь И здесь строится Только из того материала Который отсюда посылают Притом там другой номинал стоимости Итак Второе послание Коринфянам 9 глав 6 стих Кто скупо сеет Скупо и пожнет А кто щедро сеет Тот щедро и пожнет Начните сеять Начните сеять более щедро Поставьте себе задачу Не приходить на богослужение Чтобы не положить У нас касса Мы не ходим С тарелкой Таких храмов Молитвенных домов Нету как у нас Чтобы вообще не собирали Мы нет Не собираем И у нас Просто поверьте в это Ни одна копейка Никуда не идет А только на нуждающихся И она С помощью вашей Пойдет к вам туда На небо Вот сейчас Сколько мы отправили Книг На эти средства И сколько уже получили Благодарности Идет большая работа Люди познают истину Галатам 6.9 Делай добро Да не унываем Ибо в свое время Пожнем Если не ослабеем Не говори Что я уже много сделал Я старый По старость Особенно надо усилить Перед финишем Как человек старается Обогнать всех Солом 108.16 Он при жизни Не думал оказывать милость Но преследовал человека Бедного И нищего И поэтому Постигает Пагубы Если бы жили Справедливо В России Русские люди Не угнетали друг друга Вот эти дома Сталищики Демидовские Повторяю Было бы по другому Они жертвовали Ответим Мало жертвовали Это однозначно Они должны были бы Бросить все на книгоиздание Чтобы евангелиями Буквально наполнили Каждый дом Этого не было И поэтому Бог все отнял И неизвестно где Они еще умерли Тавит 4.7 Говорит о том Чтобы не жалел Глаз наш Когда будем Творить милостыню Значит Никто так не мешает Как наш глаз А не лишний ли дал А как я буду Завтра жить Заботиться об этом Второзаконие 17.17 Дает заповедь При входе В обетованную землю Чтобы не умножал Себе жен Когда будет царем И дабы не развратилось Сердце его И чтобы серебра И золото Не умножал Себе Срезмерно Вот это Учат В каждой школе В Израиле Не умножал Срезмерно В институте Учат Наизусть заучивают И сейчас Пришли и сказали Ты брат соотечественник наш А ты же такой богатый Вот одного посадили А сейчас еще Новое дело на него Уже 25 миллиардов Еще дополнительное Которое увел он от закона Еще 25 миллиардов долларов Да почему же раньше Так никто не пришел Не сказал Дорогой Ты посмотри 17 глава 17 стих Второзаконие Ведь говорится Срезмерно не надо Тебе же не надо Это миллиарды Да почему же ты же Не пожертвовал на детей На пенсионеров Которые их из квартир Выкидывают Все молчим Второе Коринцем 8.14 Так чтобы наш избыток Был в восполнении Их недостатка А позже Их избыток Восполнение Вашего недостатка Чтобы была равномерность У нас очень большой избыток Сегодня в хлебе духовном Помогите его Отправить Поводом Раздать Нуждающимся Иаков 5.2 Иаков вообще Интересные слова Говорит Богатство ваше Сгнило Обращается И все это Сгнило Как огонь Золото На нас Кто 80 лет Доживет И после этого Придет Своими ногами Это обман На каждом шагу И все это Вопиет Мы живем В пространстве Переполненном Гневными Вопиющими Богу голосами И может Мольте Тоже Жалуется на нас Что мы с ней боремся Не даем ей с нами Расправиться И 6.2 Вы раскошествовали На земле Напитали Сердца Ваши Как бы На день Заклания До того Пышные люди В машину Садиться И она сразу Меняет Наклон Свой И все это Для червей Мы когда Смотрим Как птица Растет К осени Наливается Жиром Радуется А я подумал И черви Смотрят Как люди Наливаются Жиром Скажут Хороший Корм Упитанные Какие К нам Придут На кладбище Глядя На нас Вот считаем Матфея 13.44 Еще Подобно Царство Небесное Сокровище Скрытому На поле И когда Человек Знает О нем Идет И все Продает Какое Сокровище Это Знание Пути Царства Небесного Это Слово Божие Это Наш Господь Матфея 19.21 Хочешь Ли быть Совершенным Продай Раздай Нищим И будешь Иметь Сокровище На небесах И тогда Приходи И следуй За мною Это все То же самое 2 Коринфян 16.9 Приобретайте Себе Друзей Лука 16.9 Друзей Богатством Неправедным Чтобы 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 Когда Вы Обнищаете Они Приняли Вас В Вечные Обители Кому Подали Это Все Вернется На небе И Притом Через Всех Людей Они Будут Там Принимать Самые Лучшие Ходатые Те Которые Через Нашу Милостыню Через Наш Хлеб Обретут Царство Небесное Они Нас Там Будут Ожидать Они Ходатые Наши Притча Соломона 28 27 Дающий Нищему Не Обеднеет А кто Загрывает Глаза Свои От него На то Много Проклятий Кто хочет Проклятие Иметь Да Не Один А почему Же Воруете И Воруете По Всякому Устроиться На должность Ну Знаешь Что Должность Нарочничная Выдуманная И Ты Там Столько Не Зарабатываешь Почему Ни Один Судья Сегодня Не Придет И Не Станет На Площадь И Скажет Что Мне Недостойно Платит 57 Тысяч В Месяц Районный Судья Как Это Так Узнаю Ректор Получает 170 Тысяч В Месяц Только Основная Зарплата Не Считая Там Дополнительно Где Еще Я Понимаю Интеллект И Все Но Живем Один Раз Нигде В мире Не Существует Такого Разрыва Между Самыми Бедными И Самыми Богатыми Самые Бедные Не То Что Они Не Работают Им Просто Не Дают Ничего Не Сделаешь И Все Это Вопиет К Богу Осущие Вопиющие Несправедливости И Псалмопевец 111 9 Говорит Так Вот Праведник Он Расточил Раздал Нищим И Правда Его Пребывает Вовек Это Сказал Давид И Этим Афоризмом Воспользовался Апостол Фавел Будет Ли О нас Когда Нибудь Сказано И Попадем Мы Под Эту Граф Что Он Раздал Пусть Не Все Но Многое Чтобы Правда Наша Пребывала Вовек Аминь Продолжение следует